На самом деле действительно очень трудно, трудно сразу же начать прямой эфир и рассказать, кто у нас в гостях. А у нас в гостях Дмитрий Гарин, главный сексолог нашей страны, который обещает нам сделать сексуальную революцию в городе Сосновый Бор. А также у нас есть кандидат в депутаты от какой партии или самого движения? Самого движения. Самого движения с Артёмом Шаром. К Артёму Шарову. Любезно он пришёл к нам в студию. Сейчас я немножко предисловия расскажу. Дело в том, что у нас где-то два дня назад, да, или сколько? Ну, не суть важна. Неделю назад и два дня назад. Не суть важна, да, то есть у нас был прямой эфир с Николаем Панченко. Да, я говорю с Николаем Панченко. И, соответственно, Артём отписался и хотел действительно рассказать о себе, о том, какая у него есть предвыборная программа. Правильно? Или? Начнём как нам? В прошлый раз начинали с того, как пришли к этой идее светлой, пойти у депутата и вообще общесной работой заняться. Предлагаю сломать эту традицию и всё-таки начать предысторию. То есть, добрый день, уважаемые подписчики, меня зовут Артём Шаров, я работаю на Ленинградской атомной станции. Сразу отвечу на вопрос, который уже был в комментарии к анонсу данной прямого эфира. Я не выдвигаюсь ни от Ленинградской атомной станции, ни от какой-либо партии. Я просто там работаю. То есть, вместо работы мы выбираем изначально сами, а потом уже делаем свой выбор, идти в депутаты или нет. Я просто кратенько попытаюсь рассказать о себе и почему действительно я хочу идти, иду, баллотируясь на выборах и почему я хочу туда попасть. Значит, я родился и вырос в Сосновом Бару, закончил седьмую школу, в Сосновом Бару закончил институт ядерной энергетики, так называемый, Еперинский, в 2008-м. И сразу же устроился на атомную станцию. В 2013 году я заочно закончил юридический факультет Института правоведения и предпринимательства в городе Пушкине. И у меня два высших образования. Это инженер-физик и юрист. По поводу сразу отвечаем на следующий вопрос. Вот на чьих... Вот руки покажи, пожалуйста. Вот на этих руках, вот на этих плечах станция стоит. Немаловажно. Вот взял, убил. Это надо. Сразу отвечаю на следующий... На один из комментариев к анонсу. Это по поводу, знаю ли я, какими нормативными документами регламентированы действия и вся деятельность Совета депутатов. Да, знаю. Так как я юрист, я умею работать с документами, с нормативными документами, с федеральными и с законными и так далее. Поэтому сразу отвечу на один из вопросов. Значит, деятельность Совета депутатов регламентирована тремя документами. Основополагающие документы Конституции Российской Федерации и уже впоследствии под законным нормативным актом, федеральным законом об общих принципах самоуправления. И на основе этих двух документов, предыдущими созывами Совета депутатов, разработан устав. Совет депутатов, в котором прописаны все обязанности, права, полномочия, как Совета депутатов, так и всех органов власти Сосноворского городского округа. А можно переговорить, где все депутаты читали вот эти вот бумажки, по-честному? Как думаешь, что это так? С высоты прожитых лет? С высоты прожитых лет? Ну, на самом деле, есть в Совете депутатов... Вот для тебя он слушал конкурсер. Почему? Я же не депутат, поэтому я могу только сделать предположение, так как я наблюдаю за политикой, что на местном уровне, что на общефедеральном, и поэтому могу сказать, что у нас есть старожилы в Совете депутатов, и наверняка люди хоть раз за всю свою, так сказать, политическую карьеру в городе открывали этот закон и читали. Слушай, Артём, у меня сразу такой вопрос. У тебя вот эти все уставы, восстановления, они очень как бы мелким шрифтом. Как ты читаешь? У меня превосходное зрение. То есть, ты как бы видишь, да? Абсолютно. Это привычка Сын Святого-то шпаргалки делать. Я смотрю, просто действительно, как шпаргалки. Они большие, они большие. Здесь очень много. Если мелким шрифтом столько написано, полсрока, в принципе, одну читать можно. Артём, всё замечательно, да? Всё, что ты рассказал. Сейчас вопрос немножко в другом. Люди хотят, наверное, услышать реальный, как сказать, перечень действий. Это называется программа. Что ты хочешь донести до народа? То есть, как ты планируешь это дело сделать? То есть, что ты обещаешь и что ты не просто обещаешь, а точно гарантируешь выполнить? Это тоже интересует людей. И Дмитрий сейчас просто подключится. Забыл я, что хотел сказать. Всё, ты умолкай, да. Немножко. Давай, только вот на... А проблема? Вообще, какие явились проблемы? Да, и просто вот ещё такой момент. Зарплата у депутатов... Я знаю, 2000 рублей. Но потом к этому вопросу перейдём. Дмитрий, напомнишь мне потом, конечно. Ну, смотрите, как таковой у меня программы нет. И я объясню, почему. Потому что я иду самодвиженцам, за моей спиной нет никакой, ещё раз подчёркиваю, никакой поддержки, никакой либо политической партии. Ни в коем случае я всю жизнь без партии, никогда нигде не состоял. Вот прям опережаешь вопросы. И не поймайте, я хочу сказать, как вы партии больше склоняетесь. Партии и партии... Это форты 35, 37, 39, 41, 45, 47. Четыре дома по машиностроителям 2, 4, 6, 8. И бывшие жилые дома, принадлежавшие воинской части 13-260. Это бывшая часть спецстроя России. Ну, это специфические дома. Я думаю, потом, может быть, про них расскажу, если кто-то вопрос задав. У меня вот мы задавили. Да. Я объясню, почему у меня нет программы. Потому что идти самодвиженцу, одному человеку в 20-ти... Как сказать, человечный коллектив достаточно сложно. Сложно, тем более, где очень сильная, так сказать, поддержка партии власти. Потому что у них и большинство, и какие-то... Проводить конкретно, реализовывать свои идеи, это очень достаточно сложно. Хорошо, но все равно уже какие-то есть наметки. Есть какие-то проблемы, которые решаются немножко не так, как ты видишь. То есть, может быть, есть уже какие-то... Ну, в смысле, да. А это же потом может перераскиваться... Конечно, конечно, конечно. По факту, зашел туда, например, тебя избрали, да, то есть, увидел. Как бы есть какие-то определенные идеи, они же как бы есть, да. То есть, то, как хочется... Ну, кстати, тебя выберут, да, то есть, ты уже сможешь их реализовать. Что-нибудь есть уже в плане... Ну, вот, опять же, возвращаясь к комментариям, да, которые были сегодня днем. Значит, был от девушки вопрос по поводу... По-моему, от девушки по поводу детского сада, о том, что... Это... Они смогли устроиться в детский сад, жалуются о том, что у военных идет... Первая очередная очередь. Это Валентина Сергеева, да, да, дальше. Да, 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 да. И вот она как раз про новый комплекс Ронтава, который за каруселью строится. Значит, смотрите, по этому поводу. Это сразу косяк администрации, потому что, когда выделяется земельный участок по строительству того или иного объекта, в данном случае, достаточно большого жилого комплекса, не предусмотрено... Скорее всего, ну, там просто места нету. Не предусмотрено место для детского сада. Ну, тут есть такой вот нюанс, да, по поводу садика и по поводу строительства. На самом деле, когда выделяется колчок земли в городе, да, то предполагается, ну, как если это, архитектурный этот план, да, то есть... Ты сейчас повторил нашего кандидата слова? Нет, 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 там в любом случае... Только более официально. Давай я... Не, а сами, я по-простому пытаюсь объяснить. То есть, смысл в чем? То есть, когда строятся действительно какие-то жилые дома, то есть, подразумевается, что в этом квартале должен находиться какой-то садик. Вот, садик, школа, то есть, как обычно это все дело строится. Но, если, там, когда идет конкурс, да, могут обязать застройщика, чтобы он все это дело взял и еще построил. Но, получается, сейчас вот эти три дома, например, построят, да, то есть, если им попросить еще построить садик, ну, сколько, например, тот же Крым стоит, да, там, например, миллионов 300-350. То есть, это, получается, жители этих трех домов должны оплатить садик, то есть, оплатить с собой их все. То есть, здесь какая-то идет неспроявленность. Здесь, может быть, надо, чтобы выделялось там 50-50, либо там 10% застройщик, там, он делает работу, там, да, например, какую-то часть оплачивает администрации. Далеко за садик идти? Здесь, на самом деле, если что-то строится, да, то учитывается очень много факторов, то есть, это работа администрации, на самом деле, чтобы, ну, это упрещение, еще раз говорю, администрации, не может застройщик взять и построить. Ну, вот тут написано, как взять и обязать. Представляешь, вот, ну, представьте, ребят, вот вы, как бы, говорите, что давайте вот кого-то заставим. Нет, с собой. Нет, 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 сейчас, секундочку. Вот у меня, например, открывается парикмахерская, да, давайте меня заставим стричь всех бесплатно. Опаньки, я что-то плачу аренду, плачу электроэнергию, да, то есть, я должен им плачивать зарплату, должен плачивать зарплату, да, ты будешь стричь бесплатно. Ребят, коммунизма нет. Нет, стоп, стоп, стоп. Сразу так, смотрите. По поводу, то есть, администрация всегда, когда проводит конкурс на земельный участок, по поводу строительства, она всегда определяет техническим заданием конкретно условия, что должен выполнить застройщик. И в нормальных городах, больших, где идет, ну, там обычно большие достаточно участки выделяют, и это сразу прописано. Там, допустим, садик, школа и так далее. А у нас, получается, делят, понимаешь, у нас разные застройщики и обязательно... Но здесь получилась такая проблема, что этот участок пустовал на моей памяти всю мою жизнь. То есть, он, наконец-то, вот последние, там, полтора года начал преображаться. Вместо Сбербанка можно садиками здесь сделать? Вместо Сбербанка, кстати, да, у меня тут слухи дошли, и что Сбербанк собирается... А стоянка, чем плохая, ну, чем хорошая, можно тоже со стоянкой еще... Нет, стоянка нужна. Стоянка, насколько я знаю, по-моему, там очень долгосрочная аренда, что у одной, что у второй, которые по сторонам. А по поводу детского садика, вот смотрите, что хочу предложить. Как раз это, может быть, будет одним из пунктиков программы. В ближайшие два года будет закрываться филиал Северо-Западной Академии Госслужбы, который расположен на Красном Фортах. Да, это 12 округ. Да, 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 это как раз мой округ, это во дворе моего дома. И какие планы у администрации, сейчас они на этот вопрос не отвечают. Потому что здание раньше, по моим сведениям, находилось в федеральной собственности, потому что его передали Академии Госслужбы, сейчас это, ну, как там, Ранхикс называется. И они сейчас закрывают филиал. Что там сейчас будет и что планируют делать? А это бывший детский сад. А ты зря сказал, Мих, ну, там гостиницу поставили. Нет, просто вот очередной бизнес-центр, как у нас уже в городе есть, то, что детский сад закрыли и перепрофилировали в бизнес-центр, я считаю, что нам не нужно. Ну, согласен. Поэтому вот здесь вот вопрос администрации, что будет на данном объекте после того, как Академия полностью закроется. Хорошо. Дмитрий, давайте. А что я, что, что? Я что-то еще забыл, вот, что хотелось. А тут ничего никто написал? Нет, ну, люди пишут, пишут, пишут. Ну, давай что-нибудь, я прочитаю. А если сменится, вот Никита Длинокотов пишет, если сменится президент, то сменится ли вообще жизнь в городе или нет? Конечно, сменится. Я чувствую, тут все странно сменится. Вопрос вот такой, да? Ну, у тебя юридическое образование. Вот, просто не все жители знают, да, может, мало новостей смотрят, да. Ну, вот есть вот такое решение, да, причем этот, скажем так, Конгресс принял закон в Соединенных Штатах Америки, это все дело происходит. Вопрос бы, казалось бы, каким боком вообще у нас Америка, да, и как она может влиять. На самом деле, очень интересный такой момент. Я просто хочу озвучить, не все жители знают. Дело в том, что приняли вот недавно закон 29-го числа, 29-го августа, да, о том, чтобы дать указаниям прокуратуре Соединенных Штатов Америки вскрыть и показать, где находятся 1,3 триллиона долларов, да, наших чиновников. И вся фишка в том, что это полыхнет 29-го августа, ну, не августа, а января. То есть вся эта информация вылезет как бы наружу. Вот. Я к чему? К чему? Во-первых, нет. А вот это как-то считаешь, вот эта информация что-то может вообще как-то повлиять на жизнь нашу? Представляешь, вот там найдут вот это 1,3 триллиона. Ну, вот сразу вопрос, да. Вы меня про внешнюю политику, да, про международную политику уже спрашиваете. Спрашивают, нет, просто люди спрашивают, да, то есть как бы, если президент поменяется, да, вообще от кого все это дело зависит? Может, действительно от жителей наших зависит? Может, нам пора ждать, что кто-то придет что-то сделать? Может, надо нам самим писать? Ребят, как пока, вот, вспомнился хорошую русскую поговорку. Пока гром не грянет, не перекрестится, да? Вот пока русского человека не пнешь, или у него там не приспичат в одном месте, он ничего не сделает. И так вот у нас буквально от верхнего уровня до самых мелочей. Вы посмотрите, если доходит до того, что президент начинает через голову, ну, как сказать, допустим, люди пишут президенту о тех мелочах, которые не могут решить на местном уровне. А это не он должен решать, при чем-то. Это не он должен, это не его задача. Хорошо, что меня цитируют уже. Уже ты ацитируют, да? Да? Извини. А у меня вот вопрос... Все, подожди, я договорю. Да, просто у нас на самом деле, смотрите, по Конституции, да, внешними делами государства должен заниматься премьер-министр. Точнее, прошу прощения, не премьер-министр, а председатель правительства. Если вы делаете, раз премьер-министр, это не хорошее иностранное слово. Где он? Он на всех таблое. Подожди, я не... Давай мы просто сейчас уйдем глубоко, далеко в политику. Давайте вернемся к местному уровню. У меня сейчас вопрос такой. Простым заводчанам, да, людям, у которых есть нужды, как может помочь юрист-депутат? Вот в чем? Есть ли особенность, да, такая-то вот что? Повезло им? Я надеюсь, что повезет, если выберут. Ну, я же говорю, я почему пошел учиться на юридическое? Потому что у меня всю жизнь была оттяга к политике. То есть, да, у вас там, Егор мой знакомый, говорил, мне надо смотреть новости. Нужно смотреть новости, но их нужно фильтровать и переваривать. Потому что если человек будет это все смотреть сплошняком, конечно, мозги поплывут. Тут информацию-то можно переварить, иначе откуда мы, во-первых, будем узнавать все, что творится в мире хотя бы, ну и в России, на других концах. И юрист, ну, я пошел учиться, потому что мне интересно было, да, вот читая закон, я, тут столько всего написано, что люди годами там спорят из одного пункта, как читать так или читать так. Неправильно сделал, все, и идем судиться. А юрист, по крайней мере, то есть, мне поставили, мне, мои же мозги так упорядочили, что я теперь, по крайней мере, умею читать нормативные документы. То есть, я могу понять основную суть, и я, когда пошел учиться, у меня уже было лично выигранных два дела. Одно это с мегафоном, и один это военкомат. Да, я сразу скажу, я не служил в армии, потому что я на законных основаниях откосил. Ну, ребят, не могу. И вот, буквально, у меня, последнее мое дело, 18-го числа, я от государственного бюджетного учреждения Лен Автодор отсудил деньги за пробитые колеса за Ина Лен. То есть, вот оно как, да? То есть, к тебе можно обращаться? Нет. Нет, нет. Мне вот интересно, просто, ну, среди других депутатов есть люди с юридическим образованием? Ну, я вам так сразу не скажу. Да, пробивали немножко, так чуть-чуть за... А кто еще на эти округа баллотируется? Ну, если вы хотите конкретно перейти на округа, пожалуйста. Нет, на округа, вот именно, ну, с кем конкурируешь ты сейчас? Да, у нас есть? Давайте. Ну, вот я сразу скажу, что у нас в округе в 12-м самый большой, так называемый, конкурс, на одно место пять человек. Наш кандидат, наш кандидат. А, Тюш, подожди, подожди, я сейчас тебя, ну, как немножко перебью. Вот, когда поступал на юридический, там же тоже была конкуренция на место? Ну, я уже на платную шел, потому что это было второй, второй шаг, первый раз. Так, первый раз я на юридическое не шел, у меня только первое позвоночное техническое. Ну, а там, там, не, подожди, просто там-то тоже был конкурс? Сколько там на место? Ну, если меня не в плане... Ну, здесь, так как бы... Здесь как бы поменьше, да? Да, здесь, 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 здесь филиал специально от станции, то есть здесь, по-моему, два или три человека на конкурс. А, да? На место было. А вот ты что-то нам сказал, что мы газеты у них плохо. Да, мы газеты, кстати, плохо действительно читали и не дошли до... Да, до пятнадцатой страницы. Кандидат нам сам. Нет, просто, ребята в своем первом ролике, который меня, грубо говоря, и зацепил, когда начали говорить... Мы провоцировали. Да, провоцировали. Ну, в положительном смысле провокатором. Просто здесь, в той самой маяке от 16 августа, который был, помимо того, где все предвыборные, да, бесплатные пучки, которые нам выделялись, на 20... Нет, на 15-й странице была информация территориальной избирательной комиссии по поводу того, у какого депутата, какой избирательный фонд на ту дату, пока, когда выходила газета. Ну, куда сюда я посмотрю? Наш кандидат самый богатый. Конечно, нет, я сразу скажу, что максимальный фонд, который можно использовать, это 60 тысяч рублей. Да, и вы еще хотели на эти деньги что-то сделать, насколько я тогда помню. Сколько баннер стоит повисеть на пару недель вот здесь, вы не знаете? Без понятия. Я вам вот могу, там, надеюсь, меня маяк потом не убьет, и главный редактор тоже не будет на меня на зла. Хотя она действующий депутат. А у них выхода нет. Да. Вот значит... Либо писать нормально, либо не полцать. Да. Вот смотрите, после 16 августа еще три выпуска маяка должно было быть. Два уже вышли, вот один сегодня вышел. Вот в эти выпуски стоимость одного квадратного сантиметра 65 рублей. А до этого... Ну, чтобы сравнить, я просто... Не, не знаю, просто я вот хочу сказать, что тот маяк, который будет в следующую среду, да, буквально там за четыре... Будет золотой, да? Он в два раза дороже. Вот. То есть сто тридцать рублей за квадратный сантиметр. То есть вот опять же... А цена звенчивается когда? Вот не перед выборами, да? Вот опять же, перед выборами они вообще должны падать. Хорошо, что я в этот раз не пошел в... Вот смотрите, да, то есть опять же открываю... Я просто не вылез. То ваша любимая... Такси Максим чуть не упала. Ребята, обратите внимание, никакой рекламы, ну-ну. Да, вот смотрите, да, вот, допустим, вот наша страничка. Я не узнаю. Да, старая, старая. Просто вот, допустим, да, вот эта вот площадь. Насколько я помню, здесь 140 квадратных сантиметров. А говорят, бесплатная газета. Бесплатная, публикуется на бесплатной основе. То есть за это депутат ничего не заплатил. Это в следующих номерах. Ну, это же фондер. То есть это вот, да, примерно за два месяца, да, можно как бы публиковаться бесплатно. А перед самым выбором, да, фиг, да? Ну, грубо говоря, получается, с тебя сливают, да? Ну, то есть не тебя, а вообще многие кто-то. Почему? Я этого не говорю. Нет, ребят, посмотрите, вот открываете последние маяки. Вы же сами начали всех провоцировать, потому что никого не видно, не слышно. Я вот сам, да, маяк открываю, и я ни одной, вот в следующих номерах я не видел ни одной предвыборной агитации. Ни одной. Ну, там, за исключая Госдуму, у кого административный ресурс есть. Там написано, кто-то, вот сейчас, кто идет в Госдуму, они дела делают. Там это получается такая завалюбированная агитация. Пусть они на своем уровне болезни. Слушай, давай так. Ну, вообще сейчас, то, что сейчас я озвучил, да, то есть это могут действительно послушать и вообще будущие кандидаты. Понимаете, сейчас в нашем мире, да, современном, все совершенно по-другому, все изменилось. И люди информацию, на самом деле, узнают, ну, составляют, опять еще раз подчеркну, пресс-потрят, да, то есть даже любая компания заходит на социальные сети, да, то есть смотрит на страничку, например, в нашем случае, каждого кандидата. Уже насмотрелись. Да, уже насмотрелись, причем даже выкладывает там, да, то есть как бы, ну, там, и с юмором, то есть я хочу подчеркнуть, что, да, ну, люди немножко не понимают, переходят на личности. Конечно. А вопрос немножко в другом, почему кандидаты сами действительно не приведут свою страничку в порядок, да, то есть не напишут свою программу. То есть я понимаю, что сейчас нет программы, но это вот наличие программы, да, то есть это как бы все-таки более, как сказать, мощный такой, как сказать, движитель кандидата для того, чтобы его избрали. Это один момент. Второй момент наличие сайта, да, то есть казалось бы, блин, на него тратиться надо тратиться, потому что сайт, вот отличие от любой социальной сети, да, то есть он индексирует. И он не проваливается в своку, да, то есть и вот этот сайт, да, 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 он на года, и вот этот сайт кандидата, вот что самое интересное, его можно превратить в инструмент взаимосвязи, да, взаимодействия с этими тремя тысячами людей, которые, ну, даже не 3000. Даже 304 человека за тебя проголосовало, против там другого 208 человек проголосовало, да, то есть они, вот они реально тебя выбрали, да, там, пускай там кто-то там, ну, не верит в выбор или еще что, то есть. И ты знаешь, вот когда вот эти, вот эти, как сказать, 300 человек, это 10%, 10% которые запустят вообще вот этот весь округ в плане того, чтобы взаимодействовать с тобой. То есть, как это делается, мы можем научить, да, то есть, можем, да? Я сейчас отвечу. Вот сейчас. Значит, смотрите, по поводу странички ВКонтакте, да, личной странички ВКонтакте, да, я ее не стал ни редактировать, ни корректировать. Оооо, да. Да, я вот залез, смотрю, я вижу, да, вот чем ты живешь, монетки там, да, еще что-то так, вот, ну, и что? Нет, я просто вот интересуюсь, просто вот сейчас, да, нас до этого был, да, он криптовалютой занимается, просто, ну, интересно же жизнь. А по поводу редактировать, молодец, он не редактировал. Не, не, молодец, да, ну, посмотрите, мы сразу переходим к такой, да, вот, ну, вот, переходил у Николая, да, он рассказал, вот мы не знаем, что есть у Владимира Брониславовича, во-первых, некий фонд, 20 миллионов. Нет, 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 стоп, 20 миллионов, это, я планирую бюджет. Нет, это другое, нет, но не сличный фонд. Нет, да, ну, сумма не сличный. Ну, он, говорят, он сейчас меньше стал. Стал меньше, стал меньше, потому что, я сейчас просто договорю, мы сегодня... Копятся деньги на Бородач ТВ, это подвижение вообще мировое, что-то появился, наше самое главное, я говорю, смысл-то в чем, а смотрите, все регулярно жалуются, там, на управляющие компании, да, там, 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 ну, там, магазин, еще, все подряд жалуются, да. Давайте еще раз озвучим зарплату депутата. Сколько там платят? Две тысячи рублей. Две семьсот или две восемьсот? Две тысячи рублей. А, ровно две тысячи рублей. Вот смотрите, люди, да, то есть, когда, ну, вот они неохота идут, там, не верят, там, да, писать, что человек, что он может сделать за две тысячи рублей? Ну, просто. То есть, есть, стоит сразу выбор, либо человеку заниматься своими делами, да, то есть, ну, просто избраться, потому что здесь никакой нету, там, защиты, там, ну, как сказать, от этого, неприкосновенности никакой нету здесь. Нет. Нету, вот. Сильно что-то как-то принимать какие-то законы регулирующие тоже нет возможности. Нет, почему ты привязываешь, да, нет, 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 я сейчас, подожди, я договорю. Здесь нам про другое сказать, про то, что фокус, понимание, человек рассеивается. Подожди, подожди, у нас люди, все-таки, как-то, знаете, у нас люди до сих пор, как бы, живут вот тем советским периодом, когда кто-то, дядя Вася, там, его избрали коллективно, то есть, он ходил за кого-то всех, решал, да, то есть, сейчас такой, как бы, ситуации нет, да, то есть, люди должны решать самостоятельно. Так вот у меня вот вопрос, а если бы вот 3000 человек, да, то есть, вот мы управляющим компанией платим за некачественную указанную услугу, а почему бы нам 100 рублей не заплатить кандидату нашему, да, то есть, вот взять 3000 человек, умножать, сколько это будет? 30000 рублей, правильно? Ну, я могу ошибаться, вот. Нет, подожди, подожди, я не договорил. Если вот этот кандидат может уделить уже больше времени, потому что его час оплачивается, потому что у кандидата, ну, не кандидата, а у депутата, у него есть возможность открывать двери и получать обратную, как сказать, корреспонденцию, если он напишет какое-то письмо, намного быстрее. То есть, получается, представители, которые бы выбрали люди, он бы реально бы работал. Нет, ребят, вот смотрите, когда Николай у вас был, да, и рассказывал ситуацию по поводу общения с управляющей компанией, самое первое, вот, чего у нас не делают жители, они почему-то, есть настойчивые, есть, которые более пассивные, то есть, они позвонили, сказали, вот, заявочка, да, такая-то проблема, все, сидят, ждут, манны небесные. Ну, ребят, у нас все управляющие компании, это коммерческие организации, то есть, их основная цель, это зарабатывать деньги. То есть, если они вам придут что-то ремонтировать, это, значит, минус что-то с их прибыли. То есть, их нужно долбать, долбать, долбать. И вот Николай правильно говорил о том, что, вот, чем, почему люди, когда не могут дойти, отдолбать, 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 отдолбать нашу, отдолбать нашу компанию. Я про голосую за вас. Нет, депутат такой же человек, как и все остальные, просто он более, что ли, имеет невозможности, он более знает, где, куда и можно, если что, написать, какой рычажок, грубо говоря. И вот, допустим, жилищная инспекция, да, сейчас все управляющие компании получают лицензии, то есть они попали под лицензирование относительно недавно. И лишиться лицензии, то есть полностью потерять весь свой бизнес. И тот же самый человек, если он не видит, да, допустим, перекладывает обязанность на депутата, там, решите мой вопрос, да, депутат точно так же, либо начинает связываться с управляющей компанией, если к нему не прислушиваются, он уже просто тогда пишет заявление в жилую инспекцию. Точно так же может любой житель зайти на сайт жилой инспекции Ленинградской области и им точно так же написать заявление. Это будет намного результативнее. Потому что на ней сейчас возложен контроль по выполнению лицензии. Ну, смотри, получается, управляющая компания вот эту информацию, куда, пожалуйста, наверное, они еще скрывают, не печатают у своих хотят. А кто это будет? Зачем? О, им же это невыгодно. Конечно, невыгодно. А как их обязательно, чтобы они печатали информацию? Вот тут же есть реклама подписываться. Реклама, ВКонтакте, реклама. Реклама, да. Даже здесь. Даже здесь. Пишите сюда гадость. Я прошу поставить пару лайков, да, кто считает, что если мы действительно, наш кандидат станет депутатом, да, то есть мы хотели как там отторбанить, да, это как-то взорвало. Отторбанить, да, эти компании, да. Да, да, да. Но при этом, на самом деле, вот Михаил очень хорошую штуку поднял. Вот он правильно говорит, что человек должен заниматься непосредственно работой. На 3000 человека, на это количество домов, можно целыми днями заниматься какими-то вещами, правильно? Подожди, да ты помолчи, ради бога. Мы тебя уже слушали, если это все. Наш кандидат, давай. Вот. Фокус внимания, мы до эфира разговаривали, да, что фокус внимания у человека должен быть направлен непосредственно на какой-то объект. Если у него тут, 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 он не сможет полноценно заниматься, правильно? И у тебя не должно быть голова болеть, где тебе взять на хлеб с маслом, правильно? Да. Это что такое за депутат, у него там какой-то... Вы что, почему-то? Я тяну к тому, что нужно решать на уровне администрации, чтобы была нормальная, полноценная зарплата у человека. У депутата? У депутата. Вот мы лично считаем. Нет, а что такое, писать, что ты с утра уехал на ЛС и приехал к выку сне вечера, а там у бабушки, например, кошка на дереве где-то. Обослалась. Обослалась кошка, понимаешь? Но суть не в этом. Нет, мы сейчас утрим. Не хорошее слово. Нет, ну смотрите. Должно будет в курсе событий, правильно? Во-первых, я работаю до 4 часов. Ладно, это меняет дело. То есть у меня есть свободное время, да? У меня много общественной работы и так есть по молодежной организации Ленинградской АЭФ. Вот, еще одно дело. Когда депутатством заниматься? Да, вопрос. Вот, понимаешь, вот... Вопросы, вот, смотри. Я объясню так, да? Так, подожди, подожди, вот сразу. Это мой разгар. Индивидуальный предприниматель. Да, нет, я бизнесмен. Бизнесмен, да. Оба бизнесмен. Ну, конечно. Хорошо, сколько вы времени максимум тратите за свой день на свою работу? Сейчас я хочу. Еще раз вопрос. Вот ты как бизнесмен, как индивидуальный предприниматель, сколько времени на свою конкретную работу тратишь в день? Ну, во-первых, это не работа у меня, а дело. Да, то есть, я объясню, почему это не работа. Работа это у моих, как бы, подчиненных. То есть, они должны работать на меня. Моя задача... Как бизнесмен, подожди, моя задача заставить, ну, то есть, заставить все, ну, как сказать, вот эти все механизмы, все процессы, да, работать самостоятельно. Чтобы моего присутствия было сведено к минимуму, это раз, да, то есть, во-вторых, я должен минимизировать все риски, там, да, то есть, все... Я тебя, извини, перебью, то есть, к общему выводу, ты должен организовать своих подчиненных. Ну, и свои работы. А у депутата кто подчиненный? А кто, у кого ты будешь организовать? Ты работать не хочешь? Стоп, 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 смотрите. Совет депутатов должен организовать работу администрации. Ну, вот смотри. То есть, администрация будет, да, вот, как бы... Давай так, вот... Вот, как бы, большое количество замов, да, то есть, как бы, там, может быть, еще и под подчиненные, там, секретарей, и, как бы, очень много. Ну, может, просто члены не понимают. Да, понимаешь, вот, если бы, я вот, как бы, да, вас понимаю, я считаю, что, ну, как бы, надо, вот, как будто грубо звучит, но за баланс надо лишний, как бы, там, этот, убрать людей. Потому что они лишние. Потому что на сегодняшний момент информационные, еще раз говорю, технологии, они позволяют, во-первых, оптимизировать, организовать работу администрации в отсутствии даже любых депутатов. Они там вообще в этом деле-то не нужны. Потому что администрация, это тот организм, который должен работать самостоятельно. Нет, ребят, просто объясню, смотрите. Почему мы должны синтроизировать? То есть, структура органов в Созноборском городском округе выстроена в соответствии с федеральным законом. То есть, вот, простой пример, да, кто такой глава администрации, да? Ну, грубо говоря, президент. Ну, да. Совет депутатов, это Госдума и Совет Федерации. Да, ну, законодательный орган, правда, на уровне маленький. Глава администрации, премьер-министр. Вот вам по полочкам та же самая структура, которая у нас есть на федеральном уровне. То есть, президент и, ну, Совет депутатов в соответствии с уставом принимает тот ряд нормативных документов, которые может принимать и по федеральному закону, и по уставу, а администрация должна их исполнить. Вот, есть распечатка, да, что относится к полномочиям Совета депутатов, я готов ее зачитать. Я-то, почему, да. А где будет адвокат-то находиться, людей-то, людям, кому пойти, вот чего. Вот мы о чем пытаемся. У нас адвокатов и юристов будет... Нет, адвокат перед Совет, как это, в администрации. Вот просто пожаловаться, кому пойти. Я еще такой, вот, смотри. Но если у нас такая структура выстроена, что народ жалуется президенту и народ жалуется главе администрации, а не может пойти в профильный отдел, это, извините, по уровню администрации. Потому что профильный отдел работает на ЛС, вот чем я. Нет, стоп, профильный... Вот мы к чему ведем. Нет, нет, ты абсолютно не прав. Мы же хотим тебя развязать, понимаешь? Мне развязать. Да, ты зарплату платили, ты не должен отказываться от зарплаты. Соглашайся. Да ладно, я в прямом эфире сейчас договоримся за зарплату. Я понимаю, что деньги вам не нужны. Вот, ну, в принципе, неплохо было бы, да? Вот так вот, ну, по сути. Я вам уже просто прочитал несколько комментариев, да? За 2000 в день. А, за 2000 в день хотя бы нормально. Пусть мне не поверят, считайте, что я энтузиаст. Это не только ты один. И до тебя уже из дохода добираюсь. Я был энтузиастом, да, веду тренинги, да, был энтузиастом, пока мне первые деньги не начали платить. Мне так понравилось? Да. Когда ты сидишь, понимаешь, общаешься с людьми, решаешь людские вопросы и получаешь больше, чем любой НЛС. Представляешь, как это здорово? Больше, чем любой НЛС, я в порядке. Ну, практически. Да, почему нет? А почему нет? Бизнес это такая... Хорошо, если как средняя зарплата НЛС, может быть, но не как любой НЛС. Просто, ну, бизнес это такая... А как вот, вот, могли бы депутаты собраться, да, и поблиять, что НЛС всем одинаково ходит? Нет. Нет? А при чем-то депутаты и совершенно постороннее юридическое лицо. А ну, оно государственное предприятие, а депутаты могут распоряжаться только муниципальным новостям. Которое на расположенном... Ну, еще у вас, давайте немножко про округи, про проблемы, которые есть. Про дома, про специфику вообще. Ну, это уже известно, какие-то есть проблемы. Ну, смотрите, у меня с завтрашнего дня, если, конечно, позволит погода, каждый день в 7 часов для каждого дома запланирована встреча. А где будет проходить? Сребую трансляцию вам сделать? Да, кстати, есть возможность сделать. Можно, а зачем? Вот, это очень интересно. Смотри, люди смотрят там, да? То есть, кто-то не может посмотреть, они потом... Ну, смотри, просто... Во-первых, да, вот вы ведете прямую трансляцию, да? Вот я согласился на нее, да? Вообще у нас по, опять же, тем самым федеральным законам, да, съемка, фотографирование лиц разрешена только с их разрешениями. Люди просто, если узнают, что будет какая-то прямая трансляция, разбегутся, да, и они будут сколы. С бабушками, с бабушками, как мы сколы, да. Бабушка нашла, ты не видишь, а газеты мои отташи. Надо переучать своих... Бабушка, она говорит, я читаю газету. Ну, был такой у нас эфирчик, не все, а запись. Не, ну ладно, мы же здесь не спорим, но и про специфику именно, да? Какие у нас проблемы есть вот в регионе в этом? Смотрите, да, я уже говорю, да, я 27 лет прожил вот в одном из домов, который находится в моем округе, почему я по нем и пошел. Потому что меня очень многие знают, да, знают, как мы организовали парковку порядка 10 лет назад, как решали вопрос с землей, опять же, с тем же самым ЗАГСом, и когда администрация не выделила этот участок из-за меня. То есть меня там знают. Поэтому я сейчас хочу просто встретиться с избирателями, да, с каждым конкретно домом, чтобы люди просто озвучили какие проблемы. В принципе, я и так знаю эти проблемы. То есть, ну, они у всех, в принципе, одинаковые. Там, подвал затоплен, еще что-то. То есть я хочу конкретно пообщаться, чтобы люди дали, ну, как говорят, на путствие дали, если все-таки поддержат, да и просто со мной познакомились. Потому что, да, меня, допустим, вот 2-3 дома точно знают, потому что за последние 2 следа все остаток менялся. О, это как сбылай в горле. Да, да. Все слышали. Бил стекла какой-нибудь там, бабушки-то. Бил от белого, на мечом-то. Нет, 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 стекла не бил. Да, с шиповником кидались в открытый уровень. А вообще, кто помнит? Шиповником. Вообще, есть совсем проблемные дома у вас? Прям проблемные-проблемные. Вот как вот у нас на Парковой 48. Да, я просто... А, Рен, любимая моя компания. А, не поверишь, у меня тоже все дома обслуживают. Ну, по на лицензированию не пошло. Ну, таксана, просто... Ну, давай, я пару вопросиков зачитаю. Ну, давай, я только человек, и потом пару вопросов. Давайте, там, пару проблем. Вот хорошо, можно я сразу пока. Вместо разговоров сделайте дела по городу, чем языком часы. Какие дела, вопрос. Да, во-первых, какие дела, во-вторых, просто... Вы поможете нам, как говорится, какие дела? Ребят, ну, дайте ответить. Просто те, кто меня знает, да, я организатор некоторых мероприятий. Да, они в основном, может быть, развлекательные. Но, по крайней мере, молодежь в них участвует. То есть, в этом плане меня знают. Старый КВНчик, если так можно еще назвать. Сейчас уже по большей части организовываю его. Да, это может быть фигня, но задействовать нынешнюю... Жить будет веселее в районе, правильно? Стоп, нет, 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 нет. Ну, хорошая активность, я не утрирую. Я юморист, но в меру. Просто, смотрите, то есть, меня знают как организаторы. То есть, я могу рассчитать бюджет. Я могу понять, что конкретно распланировать внутри конкретно какой-то суммы. То есть, если... То есть, я говорю, меня знают как организаторы. Я почему Михаилу домогался, то есть... В хорошем смысле, опять же, там слово. О том, что ты организатор. То есть, человеку нужно организовать, чтобы это работало. Да, я... Если вы хотите, чтобы я что-то сделал, ну, хорошо, я подзаработал, поднакоплю деньги, возьму кредит, что я ему сделал. Ну, после этого, что выберут. Я бы не стал делать. Что за... Я бы не стал на провокации. Это провокация. Да, я понятно, что это провокация. Понимаешь, что всегда очень легко пульнуть что-нибудь там, сидя на каком-нибудь компьютере, через какой-нибудь IP-адрес, который находится в Нидерландах, то есть, что-то написать. Не каким-то другим фейк-минникам. Я на самом деле, вот уважаю Артема. Да, Артема я все время путаю. Антона, Артема. Я вот уважаю за то, что человек, на самом деле, сидел бы, по идее, в танчики играл, да? Ты играешь в танчики? Нет, сразу. Да, вот. А пошел ведь каким-то общественным делом заниматься. Я выгод, честно, кроме геморроя, я не вижу, правильно? Тут просто... Или какие-то, да, до стола игрущие планы есть. Что что-то будет? На кухне, за столом, когда с друзьями отдыхаешь, ну, выпиваешь, да, естественно. Политику обсуждаете? Вы-то? Я не могу. Вы-то не пиваете? Вы-то? Да, бегаем с утра. Спортом занимаемся. Кстати, да. Я не сказал, что пьете, я сказала, выпиваете. 16 километров. А как тут считать, а вот, с утра? Двумеренно пьющие. Ага. Понятно, нет. Мы просто спрашивали, поднимали вопрос о том, что у нас на каждом магазине у нас какие-то пивные эти, витрины одни стоят, да? То есть, поесть нечего купить, да? У нас нет алкоголя. На самом деле, смотрите, да, опять же, есть каждому магазину, который хочет продавать алкоголь, опять же, есть требования на федеральном уровне. Я бы особую зону сделал, как игровые зоны, вот какую зону денег, в Магадане, приезжайте и бухайте там просто. Правильно, да. А противники алкоголя? Конечно, ну это яд, понимаете, это яд, это гигиенно, генное оружие, которое убивает людей, понимаете? А как же русская традиция? А это не русская традиция, это не было традицией. Кто сказал? Хмель, хмель, что не алкоголь. Советский Союз, когда пришел, они привили к культуру питья. На самом деле, в принципе, это, это дело каждого. Естественно. Но то, что происходит сейчас, да, это... Я с вами согласен. По многому, все вот эта аморфность нашей нации. Ну, смотрите, опять же, то, что, да, там нормативы по удаленности от школ, от детских учреждений, количество площади магазинов, которые хочет продавать. Это все, это все лирика. Нам вообще их надо убрать, они вредны, понимаете? Вот в чем дело. Это все, конечно, тут, это все понятно соблюдается. Мы недавно закрыли один из-за того, что там спортивный зал, да, на мир опять. Ну, их вообще не надо, не должно быть. Нет, вот как, конечно, все-таки разливух. Да не разливух вообще вот этим. Ты понимаешь, ты понимаешь? А зачем мы, а какой-то... Нет, ну, знаете, я вот сторонник, допустим, того, что вот хотя бы так же сделать, как сигареты, да, убрать в глаз. То есть отдельное помещение, дверь, чтобы туда даже... Лучше отдельный магазин, ну, там, один-два магазина. Они тогда начнут размножаться. Где зона определенная, выделяем зону, да, где-то в городе. Спортивно-развлекательно еще не совсем. Конечно. Действительно, что-то привыкал. Я не спорю, я не против спорта. Понимаешь, тут вопрос-то в чем? Да, то есть кто-то думает, ну, ребята, о чем вы тут говорите, вы ничего не понимаете в экономике, там, да, то есть, как бы, это же все-таки пополнение, там, бюджет. Я говорю, подождите, стоп, стоп, стоп. Советский Союз в свое время, когда это все дело делал, да, то есть они... У них тогда же было вот этот монополий на алкоголь. Вот, и когда они попробовали это все дело, как бы, это побольше продавать, да, то есть, как сказать, спрос удовлетворить, который был, они, конечно, обалдели. Представляем, да, такой, ну, реально, как бы, бюджет стал пополняться, да, через... А на второй год, блин, еще больше стал, блин, вообще классно. А на третий год случилось вай-вай-вай, как говорится. Произошел спад, люди стали невнимательны, то есть, стали спиваться, то есть, да, то есть, как бы, здоровье стало ухудшаться. И экономические показатели страны рухнули в два раза от того периода, когда они начали вводить вот этот алкоголь. Вопрос. Ну, хоть нам алкоголь. Вопрос, знаешь, другое такое? Если алкоголь выпетривается примерно две недели, а человек, умеренно выпивающий, выпивает каждый выходной. он вообще из этого состояния эйфории не выходит. Ну, 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 и сразу... Если вот, да, почему, например, действие, например, каких-нибудь наркотических веществ, типа экстази, да, оно примерно по силе равно стаканчику виски, да, вот так вот, по сути. Почему за таблеточку садят, а за стаканчик виски не садят? А к ЦИЗА денежки опять поступают. Ну, как-то вот лукавенько, правильно? Лукавенько получается. Это один, да, такой вот момент. И еще такой вот вопрос. Скажи, пожалуйста, а наша нация, она как бы сильная, или, как ты считаешь, или она немножко слабенькая, если постоянно что-то... Ну, во-первых, ты меня провоцируешь вопросом. Да, да, ну, вот так, нам надо разговаривать. Да, да, да. То есть я до этого мало говорю? Нет, подожди, людям интересно, вообще, чем ты дышишь, вообще... Ну, твои взгляды. Да, твои взгляды. Ну, мои взгляды умильно-социалистические, то есть, замечу, не коммунистические, социалистические. Если идти от источника этого слова... Нет, вообще большевик, на самом деле. Большевик, знаешь, что такое? Большевик, это человек, который действует на интересах большинства. И Сталин, вот, ты не заметишь, Сталин, да, вот, одномоментно при Сталине открывалось 1500 заводов, на подобие ГРЭС, да, какой-нибудь там, вагон завода. Понимаешь, полторы тысячи заводов. Сейчас так вот можно открыть? Наша нация. После войны, представляешь, большевики. Смотрите, нация у нас достаточно очень сильная. Но, к сожалению, опять же, мы вернемся к тому же вопросу, о чем я говорил, да, пока угромный грябок не перекрасится. То есть... А чего ждать-то? А вот не надо ничего ждать. Нет, смотрите, в принципе, вот, за последние, вот, сколько, 17 лет, да, при правлении определенного человека, Россия очень сильно поднялась, да. То есть у нас стали восстанавливаться, ну, как же, заводы, фабрики, да, мелкое предпринимательство. Подожди, подожди, давай, я сейчас сразу хочу вас разразить. Нет, подожди, пусть, пусть... Нет, я знаю, что у вас тоже свои... Копорская, вот, ну, Копорская, да, вот, что там? Нет, нет. Развал. Ну, тут неважно. Ладно, не дошли до Копорской. Да, ладно. Проблемы всегда есть и будут в любом государстве, при любом строе, но мы сильны, в первую очередь, духом. То есть нас пытаются вот со всех сторон добить, да, мне не нравится то, что у нас политика государства в основном ушла во внешнюю политику, чем больше во внутреннюю, да, и сразу видно, что у нас внутри много проблем. Но если у нашего государства не будет уделять такое внимание внешней политике, нас просто сожрут изнаружи. Нас пытаются сейчас сожрать изнутри и морально всех разлагают. Вопрос от алкоголя, правильно? Я думаю, что да, и, ну, это настолько сильное лобби, как можно сравнить с оружейным лобби в Штатах. Ты знаешь, что, маленький пример. В Америке один ученый из России, ну, общаясь с другим ученым, говорит, а давайте издадим книжку совместную по здоровью, да, там, по здоровью. И вот из Америки говорит, а что, у вас можно в России книжку издать? У нас интересы транснациональной корпорации, они не дадут издать эту книжку. Вот у нас то же самое, мне кажется, скоро будет. Не знаю. Будет, будет. Да, но мы сейчас ушли от общегородских проблем, да, но тоже интересно, на самом деле, было послушать, правильно? Так, может быть, еще что-то вот, что волнует? Да, там девушка очень просто настойчивая. Наталья? Да, Наталья. Вместо разговоров сделайте дела по городу, чем мы закончили. Ну, это можно отвечать, да, да, да. Можно вопрос, вы первый раз пытаетесь стать депутатом, да, первый раз? Нет, второй. Второй, да? А, ну, пытаетесь. В 2014 году, да, пытался, это было, ну, как сказать, знаете, отрицательный результат, я не считаю, отрицательным результатом, я считаю это опытом. Поэтому я просто тогда от балды шел проверить, потому что понять, как это все работает, какая система, что нужно делать, чтобы, допустим, в будущем не наступать на те же самые годы. А у нас тут даже, это, Егор Карпун, кстати, это у нас тоже новый блогер. Да, 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 да. Да, 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 он тоже комментирует, мы вообще, кстати, его приглашаем, кто не в курсе. Ну, я уже вижу его как комментарии. Нет, мы его вообще тоже приглашаем, он к себе пообщается, узнать, чем он живет. Я Егору подкину несколько тем городских, которые здесь я не хотел бы озвучить, а ему можно. Сказать так, сделаем коллаборацию. Подождите, в наш канал вообще можно все. Можно все, но пока... Пока что мы еще нет, чуть-чуть не сказал, не подметованный. Силохранители есть? Наш народ поддержит. Наш народ поддержит, ну, хорошо, смотрите, не будем без фамилии это. Вот, про проблемы с медико-санитарной частью, да, понятно, там, сейчас каждый, у каждого что-то, талончик, там, врач и тому подобное. Ребята, как глава администрации, ой, не глава администрации, а глава муниципального образования может решить, или хочет решать, или будет решать проблему медико-санитарной части, А, которая относится к Федеральному медико-биологическому агентству, да, то есть это совершенно другой уровень власти, и Б, как бывший генеральный директор платной клиники. А, ты, я помню. А, вот она вообще. Как? Как? А куда смотришь? Повисла, 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 пока у нас повисла пауза, да, давайте немножко о рекламе. Такси-макси. Слушай, а ты пользовался? Слушайте, нет, я о нем узнал буквально неделю. Хорошо, что мы эфиры, да, делаем? Ну, эфиры делаем, народ, да. Хотя бы, знаешь, сейчас же молодежь подрастает, да, легче не звоните, там, мобильным приложением. Слушай, а, да, ты приложение вообще не скачивался с новымбором? У меня такой древний телефон, что, блин, уже ничего не въедешь. Ну, я думаю, ты кольцу, кольцу срока у тебя сможешь позволить себе. Мы сейчас протолкнем этот закон, чтобы депутатам деньги платить. Ну, смотрите, на самом деле, я еще раз хочу сказать, да, там, ответив на несколько, там, может быть, десятков сразу вопросов. Почему я сейчас хочу идти депутатом? Во-первых, сейчас идут до выборы всего трех кандидатов из двадцати. И эти кандидаты выбираются всего на два года. Не на пять лет, на весь срок действия Совета депутатов, а вот на два года, который остался вот этому третьему созыву. То есть много не накосячишь. Во-первых, много не накосячишь, по крайней мере, можно изнутри понять, что там вообще происходит. И стоит ли, допустим, идти в следующий раз на полный срок. Слушай, а мы-то, у нас есть своя партия, называется РБДН. Правильно, российская партия Дмитрия и Михаиловича. Хорошо, что не БДС. А нет, почему бы, почему бы и нет. Вашинники, какие-нибудь шумники, логотипы с тематикой БДСМ. Так, вот сразу вижу. Никита Рожков. Да, Никита Рожков. Вы состоите в ассоциации граждане города Сосновый Борг, который является отросткомандирной России. Также являетесь КВНчиком, чего? Руководитель городского КВН Курочка. Мы знаем о прошлом, что он... Так, не буду зачитывать, наверное, все прочитают. Я просто для себя прочитаю. А, так вот, стоп. Вот, не-не-не, давайте... Ну, давай. Вы состоите в ассоциации... Фу ты, блин, в ассоциации... Какое слово это интересное? Давай сразу по порядку. Граждане города Сосновый Борг, который... Не состою. Так, который является отросткомандирной России. Да. Также вы являетесь КВНчиком. Да. Состоюшим, да? КВНчиком бывших не бывает. Играю по минимуму, организовываю. Руководитель городского КВН Курочка, как мы знаем, в прошлом году он и представители гражданей в Совете Депутатов голосовали за повышение тарифов на 20%, а всего уже на 40% вместе с Единой Россией. Как вы считаете, правильно ли поступают наши коллеги? И что вы сделаете, если директор атомной станции вам скажет, надо проголосовать за повышение тарифов? Хороший вопрос. Хороший вопрос, хороший. Хороший вопрос. Опять же, первое. В ассоциации граждан города Сосновый Борг я официально не состою. Да, я подписан на их группу, потому что у меня там очень много знакомых. Если вы хотя бы посмотрите, найдете список всех, кто состоит в этой ассоциации, вы увидите, что в ней состоят не только Единая Россия, но и коммунисты в том числе. Но это другой вопрос, я здесь его поднимать не хочу. Да, КВНчик, я сразу это сказал, это у меня везде написано. Михаил Курочка, да, хороший человек, его знаю. Так почему вы голосовали? Пишет, что он тоже голосовал, получается. Я вот объясню. Кем это было словно? Когда какой-то вопрос выносится на голосование Советов Депутатов, да, там идет экономический анализ, целесообразность и того подобное. Я вот сразу вам скажу, то что все тепло в город дает Ленинградская атомная станция через свою Боллерную районную теплоснабжение. Где, но атомная ветерстанция охлаждать надо? Так вот, это остаточное тепло и идет. Подожди, кто должен нам платить? за тепло, которое мы забираем послушай, я сейчас дойду тепло утилизируем бесплатно то есть теплоснабжающее предприятие покупает это тепло у атомной станции и просто его подогревает до нормативов чтобы отдать сборок ТСП вечно жалуется всегда жалуется, всегда будет жаловаться на то, что им не хватает денег на ремонт ТСП муниципальная то есть ей управляет человек назначенной администрацией а тарифами устанавливает совет депутатов я был сам категорически против но я не знаю экономической обоснованности которая там была заложена может быть им какие-то привели такие доводы что действительно, да, нужно это я же тоже живу в этом городе и я тоже не хочу переплачивать скажи пожалуйста если растут в России тарифы это о чем говорит? вы говорите ли это о неэффективности управления? да и запомните, тарифы всегда везде, в любом государстве всегда будут расти нет, нет, нет подожди, стоп давай, давай вообще, вот знаешь что судный процент он привязан к проценту инфляции да очень, да? почему в разных странах когда кризис убирает ставку судного процента до нуля и до нуля падает инфляция понимаешь? вот, это все это все взаимосвязано понимаешь? и то же самое и здесь он не может вот этой инфляции может и не быть если будет грамотная это кому-то выгодно если что-то что-то делается это всегда кому-то выгодно это не говорится что никогда не будет не будет в нашем государстве пока оно а теперь за три по поводу тарифов да? ну все говорят что вот это какая-то знаете звучит экономическое обоснование того, что нужно повысить ребят подождите в Соединенных Штатах Америки стоимость электроэнергии 20 лет не повышалась вот слышите вот эту фразу 20 лет не повышается стоимость электроэнергии она может только падать с чем это связано в чем она может падать потому что внедряются новые технологии да? то есть как бы люди разрабатывают много чего построено и что это дает с точки зрения экономики это дает колоссальное преимущество во-первых для бизнесмена бизнесмен знает что он может взять кредит 100 миллионов он точно знает что в течение 10 лет у него будет стоить столько-то энергии там да? нельзя давать нельзя давать ни при каких обстоятельствах повышать тарифы а почему давайте вот так я считаю что наши депутаты могут в этом году проэкспериментировать выехать на Красную площадь мы не дадим не дадим а что нет? сейчас перед выборами все можно перед выборами все можно дорогу подремонтировать там еще что все можно да блин ремонтировать дорогу они будут через два года когда будут выборы полностью весь совет депутатов сейчас вот эти пока смысла нет три человека подожди там кто-то был из старой гвардии там есть старая гвардия? подожди если ты попадешь ты же не будешь голосовать за поднятие тарифа правильно же? будешь стараться по крайней мере будешь стараться или в принципе если что там какой-нибудь ну вы хотите отменять ответ? подожди на самом деле это тайное голосование я понимаю я видел у них там две кнопки кстати у них в курсе как бы да и нет под столом я понимаю там когда они будут голосовать да я тебе просто умоляю да посмотрите всех нет не знаю пересмотритесь вспомни эфир подождите подождите заклей пожалуйста какую-то кнопку да как бы за и она автоматом будет нажата они просто не могли нажать понимаешь слушай ладно знаешь подожди Михаил мы на самый главный вопрос то не ответили в этом большом если попросит у тебя со станции да директор повлиять на какое-то грешение ну смотри если это будет противоречить мы им везем здесь двоякая ситуация во-первых как директор будет меня просить как грубо говоря своего подчиненного да но я подчиненный по должности ведущий инженер а не как депутат я понимаю вопрос немножко в другом понимаешь что мне угрожать будут ну смотри да вопрос да нет если это будет противоречить мы им везем да да вот видишь а что мешает другим депутатам ведь получается идет какое-то определенное давление потому что они однопартиде вот смотрите да однопартиде то есть если фракция в нашем совете депутатов решила голосовать так да то они в принципе обязаны проголосовать так иначе их либо просто исключат из партии и ну господи вы посмотрите на федеральном уровне через госдуму это очень много примеров когда человек проголосовал не так и его потом исключали или гнобили как только угодно это вопрос сразу же независимый депутат независимый депутат независимый депутат зачем тогда мы выбираем депутата который вот там все-таки сказала фракция хотя у нее свое мнение почему ну вот смотрите он же сразу говорит даже в своей предупрежденной компании да от кого он идет то есть чьи интересы он будет представлять чьи интересы будет представлять то есть мы как бы не входим в их интерес получается ну я здесь без комментариев можно еще пару комментариев вот вернемся у нас предыдущий оратор он немножко сказал знает кого вот можно тоже для людей для разделослушателей немножко озвучить может быть вы тоже кого-то знаете или не знаете может быть что-то чисто код что-то знает нет ну в силу работы я очень хорошо знаю Сергея Борисовича Фунтова так расскажи на него пару слов потому что он пока еще не дошел до нас а он нет просто я знаю что он сейчас по своему округу он не по моему округу идет слава богу да 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 кстати слава богу слава богу он идет по 19 округу это парковая ну я а вот кто по парковой идет Сергей Фунтов да то есть я приглашаю что начальник службы управления персоналом ничего плохого про него по работе сказать не могу знаете какое количество народа какая ответственность когда ему заниматься там все таки вот вопрос в чем когда заниматься ну смотрите вам же Николай сразу сказал что собираются по моему если там не ошибаюсь по моему два раза в месяц нет просто проблемы проблемы то они же два раза в месяц они решили какие проблемы правильно или просто посоветоваться у депутата могут быть помощники о вот это вот а иногда сколько платить 500 рублей за тысяч помощник чего ну допустим если у меня это будет это будет мой друг который меня поддерживает который готов то вот я скажу со своей позиции да то есть я все таки занимаюсь бизнесом да занимаюсь как бы не первый год и я хочу сказать что вот по дружбе да вы можете там протянуть там ну два-три месяца ну плавно хорошая дружба полгода понимаете потом человеку у него все таки своя жизнь свои проблемы не получая ничего взамен насколько его хватит да то есть придется делать самому я как бы говорю о реале жизни так вот я считаю что каждый труд вот у меня ребенок сегодня давай раздавал в визитке такси максим я ему дал 150 рублей я почему я лично считаю что каждый труд должен быть оплачен труд депутатов должен быть оплачен он не должен оплачиваться двумя тысячи рублей это жалко две тысячи рублей туда же в магазин не сходишь ребята смотрите на самом деле депутаты могут установить себе зарплату но опять же из того же бюджета который есть ничего страшного какой бюджет ничего страшного городской бюджет всего там 2-2,5 миллиарда на весь год понты вообще положить в банк процент и оплатить вот журналисты прям там почти 60% это зарплата учителей и воспитателей всех бюджетов почему что почему что почему почему потому что это задача муниципалитета оплачивать у нас детские сады ну вот так вот мы тоже про этих учителей например сказали да вот это все понятно что там денег не хватает что ли проблема тогда наверное если в бюджете денег не хватает проблема наверное куда надо кричать наверх кричать надо давай вернемся ну как так если вот смотри вот предыдущий вот смотри как вот бюджет так принимает что не хватило денег на депутатов как это вообще вообще как это можно применять потому что бюджет сами себе отрезали эти штуки что значит приняли есть определенный лимит его нужно распределить на все сложные это на все подожди 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 ну ладно дали лимит и все надо проверить мало на или нет а вот это уже задача чтобы нам дали больше это уже задача законодательного собрания Ленинградской области чтобы сосновый бор как самый крупный город единственный если вы уже смирились и вообще вы смирились получается надо взять хотя бы пробейте себе как депутаты зарплату вот это будет ваше достижение если вы не можете себе пробить зарплату депутаты которые до этого трудятся они себе зарплату никак нет как вот могут они о людях-то заботиться если о себе позаботиться не могут вот недавно заходили в мэрию сейчас ее так начали приводить в порядок что-то там ремонтировать как вот ну не отремонтировать свое здание можно ремонтировать какой-то город например сюда люди приезжают правильно? конечно но это лично наше мнение мы ведь не ораторы просто вот ну вот смотрите я был достаточно во многих атомных городах да то есть есть города где принята практика ну не принята а так сложилось да о том что очень многие работники атомной станции идут депутатами и допустим есть даже большинство идут от разных партий и да они может быть там продвигают интересы предприятия но там действительно видно что атомная станция в город вкладывает деньги то есть в силу того бюджета который может потому что у станции тоже а знаешь и вот наша атомная станция я считаю вкладывает деньги государственные в рабочих всей России они деньги отсюда просто вывозятся украинские 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 можно и дома и гостиницы построить хреновое управление получается куда-то деньги уходят вот чем дело деньги в городе не отсюда мы все правильно говорим потому что можно построить какие-нибудь учебные заведения которые повышают квалификацию свое поколение рабочих можно конечно зачем можно у нас есть рабочие но это мало для такой строительства стоп стоп есть эффективное управление есть неэффективное то есть эффективное управление подразумевает это собой во первых что нужно внедрять новые технологии то есть новое оборудование новые станки то есть ну ребят вы опять откроете фишка в чем в мировой экономике сокращение расходов оптимизация просто если бы деньги оставались в городе мне кажется все дорожки были влезаны идеально идеально дома новые построены новое общежитие сколько денег утекает просто за пределы соснового гора это же непостижимо понимаешь нет это не выключится мы просто сейчас озвучим ты только не подумаешь что мы как бы тебя завалили просто мы сейчас пытаемся озвучить какие-то вещи у тебя кстати слушай друг если как бы устанет работать у тебя есть уже помощник наталья горсток артём возьмите меня на работу вот а почему в мэрии нет сейчас подожди понимаешь ты шел к нам не знали сейчас вот я бы ни за что не стал голосовать почему мы говорим пресс написать о себе рассказать о себе ты молодец вот что вот здесь можно написать вот а у тебя есть личная страница про страничку да вконтакте личная страничка уже есть там всего 4 человека как бы там надо заниматься раньше было делать правильно мы полгода назад делали эфир рпдм нашу партию рекомендовали она не умерла она живая знаешь почему а можно вопрос а ваша партия в менюсе зарегистрировали на менюсе если бы понимаешь он работал у нас бы уровень жизни был бы классный понимаете вот его дипломы на стол как мы говорим понимаешь ты правильно с одной стороны с точки зрения юридической а вот там как ты сказал мы даже слов ты не знаешь хорошо ну мы уже и делаем для этого я понимаю ты говоришь правильно вопрос задаешь я тебе честно скажу мы если выйдем самовыдвиженцами нам этого не надо но у нас внутренне будет как бы договорён как это как партия правильно то есть я вообще потому что есть как бы как бы определенные действия когда можно обойти вот эти все дюансы можно же да это же на закон на основании или как бы там внутренне все внутри ну серьезно мы точно готовимся мы в эти выборы специально создаем шумихов да сам реклама подожди подожди мы полгода мы полгода назад делали эфир и приглашали так же всех людей много нас посмотрело приглашали людей придите расскажите и хотели на что приглашали вообще на эфир и на эфир да и вообще просто задавали как бы темп так то что ну вы можете за это за полгода как-то себе рассказать если выборы же предстоят за эти полгода ну и вообще движухи да перед выборами как-то стоп смотри во первых четко регламентированы сроки когда можно что проводить во первых кандидатам депутаты значит первое я объясню просто выходит постановление территориальной избирательной комиссии о том что прием заявок в такой-то срок все кто подали в эти сроки заявки должны выполнить определенную процедуру чтобы стать зарегистрированными кандидатами и вот если посмотреть на сайте избирательной комиссии городской области там было 16 человек сейчас 12 четверо а мы про другое говорим в свое время мы в эфире озвучили что у главы администрации должен быть каждый сосновоборец друзья вконтакте почему этого не сделано вот в чем дело у людей они выходят на выборы и у них кроме кнопочного телефона и вот этой писульки о них никто ничего не знает вот мы вот поэтому смотри а еще один момент вот один момент пришел сказал ребята вы 13 страницу дочитали а мы говорим нет понимаешь нам тратить время на вот то чтобы прочитать вот эту всякую хрень там нет картинок неинтересно у меня нет времени я хочу получить информацию тремя-четырьмя кликами если я ее ищу и у нас сейчас все еще так все еще так понимаешь а вот теперь смотри кто кто ходит на выборы вот ваше примерное представление я в последний раз не ходил не было плохо лучше не говори это больше вот по вашему мнению кто ходит на выборы и сколько ты знаешь я тоже ходил я не читал газету то есть я ходил в свое время только ну последний раз просто не ходил а вот это любые люди ну знаешь помнишь ты говорил про 10 процентов да людей и тому подобное вот чем плохо то да люди перестали верить в выборы ну да люди перестали верить кандидатам в депутаты там уже написано то есть низкой информированности то что нету живого диалога сейчас вот нету его на самом деле подожди я так говорю вот смотрите результаты прошлых выборов которые были в четырнадцатом году по моему двенадцатому округу значит из двух с половиной тысяч зарегистрированных избирателей пришло всего 700 человек 700 человек ну почему газета маяк не работает 30 процентов газета маяк не работает озвучили что ли она работает она работает на 30 процентов потом значит смотрите там по моему если не ошибаюсь 5 или 6 кандидатов было да и это округ где не победила Един Россия причем что заканчиваем там победил бывший военный жизнь офигенная да причем его избрали 300 человек а кандидатов в Един Россию на год есть 30 если не ошибаюсь то есть обидно было упала вера у людей в Единую Россию упала просто ну то что упала просто ну не будем это грустно да они сами виноваты да давай еще ответим давай вопрос еще давайте вопрос нет давай повыше а то там у нас пропадает просто а почему в мэрии нет лифта для инвалидов не я сейчас держался черного юмора на самом деле это ты сказал или написать нет это реально ну почему нет лифта наверное не предусмотрен проект там был да конечно а вот то что для инвалидов там даже пантуса нет сейчас есть подождение где ну заезд это имеешь на пантус да сейчас есть заезд нет ну смотри можно заехать на крыльцо можно заехать на первый этаж на первый этаж ну там где у них вот этот фойе да а дальше там перегородить выход подожди подожди там у них знаешь чтобы баррикадировать я вас просто раздул с ним недавно 30-го числа получается вчера вот ну кто не знает это 2017 год сегодня на дворе так вот да сегодня последний день лета да это спасибо что ты подсказал я бы так бы не подвергался вот я что хотел сказать увидел большое количество ковров знаешь вот по ходу дела с мэрией вытащили со всех этих санатов да поглопать наверное да чтобы пыль поднять глаза перед набором нас за этим посмотреть давно не видел нет ну слушай вчера вы весели еще ну может быть может быть знаешь как играет такая мафия да город засыпает да то есть а ковров нету вот бери меня в ковров если я вам помогу нет а вот смотри как ты думаешь вообще вот общегородские мероприятия проводятся да а вот в вашем округе можно провести какой-то эвент может быть это короче да да но мне можно тоже объяснить да ивент это мероприятие да или домов что-нибудь интересное как предусматривается вообще ну какую-то культурную жизнь организовать ты можешь выделить 300 рублей из тех 2 тысячи рублей зарплаты просто на то чтобы ну потратить это время на эвент ну в принципе почему нет детский праздник организовать ну а нет почему вот кто этим вообще занимается ну знаете вот в моих домах да я вот знаю несколько очень активистов да которые сами допустим вот каждый год да организовывать субботники то есть ну субботник вот убрать у себя дома да ну грубо говоря у себя во дворе по-моему это вообще святое да не стоит там пенять на управляющую компанию по-моему святое это заставить управляющую компанию вот это вообще вот это святое я думаю что просто пока человек будет заниматься с управляющей компанией пройдет тоже неумедленное время отказ слушай ты можешь помогать вообще жителям гордость вот они к тебе обратят сказать с других отряд подожди помоги нам пожалуйста оформить наш дом ТСЖ потому что там есть оно кажется что легко хороший вопрос можно объяснить в 2015 о в 2005 году в 2005 году вот как только вступили в силу новый жилищный кодекс который позволял организовывать ТСЖ да я вот одним из первых потому что тогда администрация правилами желания земель и чтобы воспользоваться земельным участком который отошел к дому нужно было иметь как минимум ТСЖ потому что ну передаватель продающей компании имеет право в собственной земле и я тогда попытался я обошел все квартиры я объяснил что такое ТСЖ я разработал памятку в чем плюсы в чем минусы ТСЖ ну в силу опять же того что у нас люди боятся всего нового и не доверяют правительственным законам тогда люди просто побоялись да а сейчас а сейчас наевшись в моей любимой компании людей сложно собрать люди люди не готовы то есть смотрите основной орган который имеет право принимать решения в ТСЖ это общее собрание всего дома вот ты знаешь вот у тебя все твои дома вступят в группу твою да а ты делаешь трансляцию раз в неделю ты садишься и со всеми ты больше можешь оплатить людей вот твоя аудитория легко только смотрите смотрите опять же вот недовидуологического завершения да кто ходит на выборы молодежь почти не ходит на выборы кто сидит ВКонтакте молодежь нет нет а мы специалисты по рекламе мы знаем кто сидит ВКонтакте хорошо процент людей старше 40-50 лет ВКонтакте Владимир Владимирович сколько ему лет он сидит ВКонтакте да я знаю что он есть я не говорю про про личности про конкретные это их единицы я говорю в общей массе вот это та масса которая не ВКонтакте она не интересна но не то что не интересна подожди посмотри посмотри ВКонтакте да у меня я создал группу да я попросил там репост на своих друзей да для людей которые не сидят ВКонтакте я уже сказал у меня будет вот с завтрашнего дня если опять же позволит погода объявления будут висеть завтра по одному по трем домам то у меня будет встреча кто захочет тот может прийти то есть и я не сомневаюсь что придут бабушки дедушки и я с удовольствием с ними пообщаюсь да будет тяжело общаться надо тебе лучше всех их подписать сразу к себе чуть 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 слушай да это относительно это работа зато ты будешь с ними общаться мне кажется что ТСЖ это очень хороший вариант но люди знаешь не доверяют да то есть если что-то новое что-то неизвестное я считаю что нужно об этом как-то даже на уровне администрации да во-первых это не уровень администрации я говорю должны помогать рассказывать что это что-то такое новое это форма правления да то есть это форма правления уже двенадцать лет как существует я понимаю но люди не доверяют смотри люди не доверяют потому что во-первых а здесь нужен бухгалтер и б здесь нужно выбрать человека который будет председателем ТСЖ люди боятся они начинают крыться когда выбор председателя да люди тут должен быть очень сильный человек чтобы во-первых взять на себя всю ответственность точнее во-первых за всю организацию да то есть довести всю информацию все плюсы и минусы на что люди рискуют если прошу прощения если если вступают создают ТСЖ да потому что там же есть и достаточно существенные минусы то есть можно пролететь пролететь весь дом поэтому здесь нужен и хороший бухгалтер и хороший хозяйственник так вот вопрос если людей не устраивает то состояние дел которое управляющая компания если их не устраивает то есть за те деньги которые они берут они делают ровно на 2 процента работы от того объема что они должны делать ну пускай может быть 7 потому что которые еще мы не видим вопрос да вопрос я к чему я к чему я к чему давайте так давайте взвесим просто да вот если их все не устраивает то есть почему не поставить на весы то есть действительно не выбрать ТСЖ да и председателя можно поменять смотри нам граждане Соснового Бора начинают писать что в сильном многоквартирном доме то есть уже весь вещь довольно таки обреченная по своей сути но Артем нам подсказал что в таком случае нужен сильный лидер ну возьмите вашего там друга боксера да то есть желательно чтобы это был Валуев вот почему Валуев потому что он рекламировал компанию МТС в свое время вот и заставлял даже звонить маме что не так это все дорого я к чему боксер нам нужен давай ответим на очень хороший вопрос Никита Рожкова только пролистай он там более подробный ну по поводу технического да вот Никита да я признаюсь да что на прошлых выборах в четырнадцатом году я был техническим кандидатом объясню что это значило значит тогда активную молодежь на станции попросили быть техническими кандидатами так называемыми самовыдвиженцами то есть партия власти побоялась того что другая молодежь шла нет просто там была ситуация такая что на некоторых участках был всего один кандидат то есть а если один кандидат то выборы на этом округе считаются недействительными и перестраховались сделали технических кандидатов попросили еще раз с их согласия быть техническими кандидатами чтобы выборы состоялись да я был техническим кандидатом а не проще ли было бы играть я не тебе имеется ввиду кто попросил а не честнее было бы просто 3000 жителей живут в определенных домах они живут не где-то там столом были еще где-нибудь вот на каких-то островах они живут конкретно в сосновом боров конкретных домах черт возьми ребята у вас один кандидат возьмите наклейте и там продлите ну продлите скажем так прием кандидатов по этому округу да меня не волнует плевать на это кто сказал блин один кандидат а технические кандидаты можно вот нельзя эти законы кто сказал что нельзя что будет тиранец что посадят нет просто территориальная комиссия этого сделать не может физически так посмотрите подожди ну смотри Вот оврал, понимаем, что остается неделя. Неделя остается. Люди не знают. Не знают, что у нас... Подождите, один человек у нас пришел на вот этот, как сказать, округ, и никто не говорит, администрация молчит. Технический кандидат. Вот это что-ли на меня в рот. Знаете сейчас каких-нибудь, ну вот так вот, по-честному. Как ты считаешь, надо технических отсюда ехать? Ребята, так это же легко смотрится. Господи, смотрите из список... Сейчас мы увидим, кто у нас технический кандидат. Нет, нет технический кандидат. А здесь и сейчас нет. Просто тут... В этот раз ты не технический кандидат. Нет. Ну, честно. Хорошо, логика, да? Вот, допустим... Кто его знает, а логика была в тот раз? Была. Была, да? Была. Ну, смотрите, да, допустим, от каждой партии, да, в каждом округе есть свои кандидаты. Даже если вы сейчас там предполагаете, задавая такой вопрос, что я сейчас технический кандидат, а за... Нет, ну, человек пишет просто. А смысл мне тогда отбирать, вести какую-то конкретную агитацию по сравнению с прошлыми выборами и отнимать у него голоса? Я же тогда ему вообще получаюсь конкурентом. Тогда какой я сейчас могу быть техническим кандидатом? Ну, вдруг он тебе на ногу наступил? Ну, бывает. Да. Ну, хороший позитивный, по крайней мере, да. Сказал спасибо за честный ответ, значит, вы все-таки состоите... Я не состою в Единой России. Просто инициативы ребята туда уже не берут инициативы. Так, Владимир Соколов написал по поводу... Ну, так сказать, что это трудная задача в многоквартирном доме, да. Самое главное в ТСЖ не бухгалтеров, не управления, а определенное понимание, как собирать коммунальные платежи жителей. Если найдутся несколько ответных неплательщиков, у ТСЖ могут возникнуть серьезные проблемы. Как вот, с точки зрения юридической, да, то есть, как вот вообще, как мы говорим, выбить, да, то есть, вот, может быть, с одной стороны и тарифы, да, вот взять вот эти коммунальные услуги... Смотри, 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 сейчас... Есть для рекламного заказка. Вот на Липовском 19, да, я когда-то снимал квартиру, там, я не помню, вроде бы твоя любимая компания, вот. А у нас, кстати, сейчас мы немножко перейдем на рекламную паузу, заказывайте такси, Максим. Вот, я почему? К тому, что тогда было примерно, примерно, да, там, около, там, трех тысяч рублей, как бы, там, ну, с трехкомнатной квартиры, то стало 1200 ТСЖ. Это вопрос, вопрос, да, то есть, может, люди... Да я уже твой вопрос понял, как только ты его собрался и сдал. Видишь, вот читайте мысли, предложение со своего гор, ты не знал. Не знал. Давай, расскажи. Нет, я просто объясню, смотрите, в чем плюс ТСЖ, очень большой плюс, да. Вот, если вы берете свой квиток, да, допустим, от управляющей компании. Управляющая компания, да, в соответствии, там, с нормативами, с тарифами, выставляет, максимум, не выставляет вам ни за тепло, это отдельный квиток, ни за воду, ни за канализацию, ни за капремонт, это все отдельные квиточки, да. А вот все, что вы платите управляющей компании, это чисто, грубо говоря, ее доход, за минусом того, что она хоть чуть-чуть потратит на ваш дом, на уборку, там, если что-то делает. Еще раз, можно озвучить? Я понял, смотри. При ТСЖ вот этот вот квиток, который платит управляющей компании... Это за управление. Это за управление. За управление. Да, ТСЖ сами вправе определить, какой работ им нужен и сколько за это платить. Ну, в том числе, ну, понятно, зарплату бухгалтеру это. Ну, вот совсем недавно Николай приходил, он как раз озвучил по поводу управляющей компании, там, да, в крыше ли там что-то текло, помнишь, что-то, да, говорил? Я не помню, да. Там, собственно, стройка-то поднимает. Да, 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 говорил про СССР. Говорил, да, то есть, что вроде бы они не должны, но, как бы, оказывается, должны обязательства. Они же управляют, то есть, у них очень много обязательств, они просто скрывают о них, может быть. Ну, ребята, я вам скажу, вот один из самых, я живу в Заречи, да, самый высокий тариф в городе, насколько я помню. Кто там командует? А, вы еще не озвучили? Да, Траст СД. Знакомы? Да, то же самое Н. А, о-о-о-о, вот оно еще. Что, вы не слышали еще ни разу? Нет, откуда? Как? Вы же качество уборки, все вообще так. То же самое. То же самое. Нет, на самом деле... Подожди, а там же был Титан Жилком, нет? Титан Жилком. Или до соседних домов? Я объясняю. Титан Жилком для наших последних двух домов был выбран на первые полугода после сдачи. Это просто, да? Это просто, да? Да, дается время, чтобы мы выбрали сами. Боженька дал вам немножко пожить. Если мы сами не провели собрание, не выбрали самостоятельно управляющую компанию, то у нас проводят конкурс администрации. И вот он нам провел, в основном высоком капитале. Ну, это уже другая история. Мне кажется, люди идут. Вот я громко так заявил. Нет. Нет, я не... Ну, слушай, ты... Я вот прямо в прямом усиле заявляю, что я лично... Ну, как можно себя спросить, что тебя еще выбрали, понимаешь? Ты еще деньги принес? Ну, как вообще? Ну, ты за алкоголь платишь, как бы, да? Тебя убивают, а ты еще деньги. Знаешь, тараканы как будто бы затекло. Ребята, ребят, ну, давайте. Ну, допустим, да, опять же, по моему дому. Очень большой дом, наверное, один из самых больших в городе, да? Это 700 квартир, 6 подъездов, 17 этажей. То есть, мы... Знаешь, чей? В смысле чей? Он всем сдаёт. В общем, ситуация такая, да? 700 квартир. То есть, про количество собственников, я не говорю, там, 2-3, может быть, собственника, да? То есть, собрать всех на общее собрание, это почти нереально. Благо то, что мы умудрились выбрать совет дома. Правда, его сейчас не видно. Ну, просто выбрали, чтобы он общался с управляющей компанией. Да, вот в данном случае я могу сказать только плюс о том, что управляющая компания нам, да, с определенной периодичностью поменяла двери в подъездах. Стояли деревянные, стали металлическими. Ну, сначала деревянные, потом металлические с остеклением, а теперь, слава богу, металлические. Я просто хочу подчеркнуть, что совет жителей, да, я так понимаю, у них есть право... Совет дома. Совет дома, да, то есть. У них есть право, ну-ка сказать, от имени всех жителей, да, то есть, как бы написать там бумагу, что они, например, не принимают качество услуг. Да. В этот месяц, там, и так из месяца, вот, прислушайтесь внимательно, да, что из месяца в месяц совет дома может, скажем так, не соглашаться с... Ну, это только в случае ТСЖ. У нас немножко другая ситуация. Мы просто сузили с 700 человек, допустим, до 7 человек, чтобы они хоть как-то наладили контракт с управляющей компанией. А вот, Михаил Михайлович, нужно перебил. Мы в Петербурге, может быть, кто-нибудь слышал о ЖК Софии есть такая, да, и там, ну, много таких домов, и там, ну, вот, 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 вот. И у них есть группа ЖК Софии, да, и у вас нужно тоже сделать группу. Конечно, вы соберете быстрее людей. И вот там можно... Если она вещает. Есть у вас вообще Заречь? Да, в Заречье целая группа. Есть группа Заречь, да. Если есть группа ВКонтакте, вы пишите там свои проблемы. Если вам нужно настроить группу, то мы настроим, с точки зрения, я погорячился. Я тебе сразу скажу, группа очень хорошо живет, и причем Артемий Макарчук там очень постоянно отвечает на все вопросы, жалобы и тому подобное. Группа очень живая, в ней вопросов нет. Ну, что вы не можете собрать людей? Что людей не можете собрать? Да, тоже собрать их уже. Ребята, ребят, ребят, я вам еще раз говорю. Можно, на самом деле, можно перебью, секундочку? Давай. У нас есть такое мобильное приложение со сноубором. Если надо, мы уведомления кинем, много людей скачало, очень много. Приходите во двор, ребята. Ребят, вы смотрите, привожу пример. Меня очень многие за речи знают. То есть, у нас получилась такая ситуация, что нам жилье должны были сдать 1 января 2014 года. А сейчас будет. 2014 года. У нас задержка была сдачи на полтора года. Вам компенсировали? Компенсировали? Вот. Я про что и говорил. То есть, ситуация была... Если кому компенсировали. Нет. Да послушай, пожалуйста. Это, кстати, кто там задал вопрос, что я сделал. И получилась такая ситуация, что 2 дома. 1 4 подъездный, 2 6 подъездный. Это 700 квартир. Туда, грубо говоря, добровольно-принудительно затащили очень многих лазерцев, в том числе и мини. То есть, нам предложили. Ребята, вот льготная цена. Кто сейчас в очереди? Хотите, покупайте. Да. Я согласен, потому что цена на полмиллиона ниже рыночной была. То есть, заключил договор, начал платить ипотеку, ипотеку платил три года. Ипот, когда мы поняли, что все, мы видим, срок подходит сдачи, а там еще работаем, ну... Ну, подожди... До конца света. Послушай, послушай. Понятно, что у нас очень много было лазерцев, и мы начали предъявлять претензии к администрации станции. Ребята, вы нас туда загнали. Да, вам спасибо за низкую цену, но, ребята, мы не можем въехать. И когда мы въедем, еще не знаем. А какая низкая цена, просто еще тебя прибегает? Ну, на тот момент однокомнатная квартира в районе 40 квадратных метров на рынке у них... Сколько метров, сколько, да? Слушай, стоимость не скажу. Значит, стоила 2 250, однокомнатная квартира. Однокомнатная? Да. Учится 55 тысяч квадратный метр. А нам продали по 1 750. И точно так же там могут 2-комнатные, 3-комнатные, то есть большая разница. Как в Питере за миллион? Получается 40 тысяч квадратных метров. 48 тысяч квадратных метров. Нет, 40 тысяч квадратных метров. Ну, 40-41. Как солнце сейчас продается? Ну, да. Подожди. Солнце сейчас, кстати, там, реклама солнца прошла, 43 тысячи за квадратный метр. Нет, да, я просто дайте расскажу, да? И вы смотрите, ситуация такая, что начали организовываться, да? Застройщик у нас все мне любимый Титан, концерн Титан 2. Курсия, да? Что за организация? Да, да. Знаем, помним, помним. Формально их дочка строила, которая сейчас Амонталлу строит, так что предупреждаю всех жителей, кто собирается покупать в Амонтале, что могут быть тоже проблемы. Ну нет, я как бы интересовался, но я как бы, знаешь, если покупать, я думаю, знаешь, вот когда все достроится, когда уже будут сдавать, я может быть что-то... Нет, я надеюсь, что они все-таки выполнили свои обязательства и тому подобное, но вот я объясняю ситуацию, как обаучивать, да? Все, прошел срок сдачи, никто не шевелится, мы видим, что работы даже стоят. Да, у них там были какие-то проблемы с подрядчиком и так далее, но мы-то тут при чем, это их внутренние проблемы. И я сделал как? Я сделал объявление, где только можно. Очень многих я знал, потому что у меня тоже друзья купили там квартиру. Я пригласил своего юриста, моего преподавателя по жилищному праву представлять наши интересы. Организовал собрание. Итого получилось 200 человек. Они заключились не договором. Представление их интересов в нашем суде на получение компенсации. Потому что я на тот момент еще снимал квартиру у супруга, и у меня вообще денег уже не было. Да, я вылетал конкретно в трубу. Спасибо, помогали. А после кто строил-то у нас? Официально застройщиком был вне перед-девелопном, так называемой организацией. Стопроцентным учредителем был консенсационный бар. Вот видишь... Так, подожди, мы нашли людей, кто должен вам видеть. Минуточку, я сейчас, знаешь... И вот заслужил, спрашивал первого вопроса, сколько посмотрело то видео. Вот сейчас уже видео тысячу просмотрит, представляешь? Высок ты тянешь. Тянешь? О, тянешь. Да ладно, люди просто домой стали обращаться. Нет, вы знаете... Все-таки ты звезда. Я уже ждал, да. Я старый, я супер старый. Подожди. Но надо знать еще... Нет, подожди, я просто... Дети ждали, и надо двигаться уже плавно до заключения. Потому что некоторые... Ну, мы еще до нескольких вопросов хотели. Ужин, да. Ужин. Вот так ужин. Получилось, я организовал бы достаточно большую группу. Юрист объяснил, в чем какие риски. О том, что если мы сейчас подадим этот... Если суд присудит какую-то компенсацию, организация банкротится. Если мы подадим, дождемся сдачи и подадим потом, она банкротится, вы вообще ничего не получите. Да, 200 человек заключили с ней договор. Она представляла их интересы. В том числе и мои, потому что они просто на работе... Я мог бы, как юрист, представлять их интересы, но 200 человек это... Извините, не вылазите сюда. А она за это получала зарплату. И, в общем, получилась такая ситуация, что из 200 человек 70 человек подали, вот как только вот эта вся ситуация получилась. Да, и мы там к концу года, до конца 2015 года получили там 78 тысяч. Один даже человек, которому удалось пробить съем жилья, получил там почти полмиллиона. А потом, когда мы в мае 2015 года получили свои квартиры... Да, народ понял, все, мы получили, мы можем подавать на полную компенсацию. Суд по предсужданным. А они... Здравствуйте. Банкроты. Мы прошли процедуру банкротства. Все, они призваны банкротом. Мы, по-моему, в феврале месяце были. Значит, должны были миллионы, а там... Там же были субподрядчики, как у меня друзья. Им там что-то... В свое время 30 миллионов были должны. То есть, это не те 200 тысяч, там, кого-то там. Вот. И им что-то вернули, остались где-то там 11-12 миллионов должны. Они выехали даже за счет не только жителей, да, то есть... Давай еще раз Никите Рожкову ответим. За счет подрядчика, подрядчика. Никита, а имеется в виду сейчас выбор или все-таки предыдущий? Если предыдущий, я сказал... Если вы станете депутатом, вы обещаете, что вы не вступите в партию «Единая Россия»? Это первый там, да, вопрос? И ответ на мой второй вопрос был неполный, дублирую. Вас попросило руководство ЛС стать кандидатом в депутат или нет? Отвечаю на первый вопрос. В «Единую Россию» и ни в какую-либо другую партию я никогда не вступлю. Это раз. Я никогда не говорю никогда. А вот это вопрос вас попросил руководство ЛС. Наша партия, мы бы тебя попросили. А я отвечу так и так. В «Про»? В «Про»? В «Про»? Петя. Нет. Меня никто не просил. В этот раз, да? Вот ты сейчас только что, конечно, очень громко заявил о том, что ты ни в какую партию не вступил. Нашу-то надо было поддержать. В вашу партию я рассмотрю возможности. Ты заметил, у нас на самом деле идет диалог? Пять минут не прошло, как мы перебедили нашу «Единая Россия». Мы можем! Вот смотри, любящий кандидат. Мы следим за тобой, и мы тебя приубедим. В нашу «Кату» вступит каждый. Чего? Подожди. Сексуальный шок вращения молодых «Атомщиков ОС» за то, что отказались в свое время от должности. Со временем поняла, что была не права. А. Молодых «Атомщиков ОС». Ну это молодежная организация ловится. Мы просто не в курсе. Мы там не состояли. А, можно нам вообще туда попасть? Можно. Пирожок, да. Или мне. Пирожок. Наталья, спасибо за пирожок. Кому пирожок напишите. Да-да-да. Давайте немножко позитива. Давайте. 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 А придумать мы ничего не можем. Позитива. Возможно, можно и закончить. Можно давайте пока у нас. Слушай, Артем. А вы сегодня торопитесь домой? Я готов общаться от этого. Слушай, если я, понимаешь, если я сейчас начну правду говорить, что у меня напряженный мочевой кузырь, да, то... Так мы сможем тебя выпустить. Ха-ха! Пошел. Нет, подожди. Я хотел тебя спросить. Ты почему за картинку не спрашиваешь? А зачем я должен спросить за картинку? Вопросов никаких нет. Не возникает. Тут просто нельзя сказать, что картина. Опиши ее, пожалуйста. А, кстати, вот, на новую рубрику. Это сейчас тест на IQ, понимаешь? Да, сейчас. Не просто так тысяч. Знаешь, я бы сказал, что ее бы лучше описал сексолог. Ну, подожди, давай вот как ты видишь. Ну, вот почему золотые пальцы России сделаны вот так? Почему это жестко? Ха-хахахахахахахахахах vida Сейчас мы покажем картинку. Не отключайтесь, и ставьте лайки. Кстати, дорогие друзья, подписчики, сел телепост этой записи? Попытаемся Артёму помочь. А вот это замечательная картина. Здесь расположен бардат и чел. Всё, закрываем кандидат. Он просто не влез в другую. В итоге, что это обозначает? Я давайте. Ну что, перспективные, в себе уверенные люди. Я не отвечаю на вопросы этих, коммерсантов, плевать на них. У них все вопросы оплачены? Да, да, все пробоваешь. Слушай, может у тебя есть какой-то спонсор? Откуда у меня спонсор? Подожди, подожди, ты не торопись, ответы ты будешь сейчас. Нет, я намекаю, что наш канал может бардачить тебя, быть спонсором. Вот, только хотел сказать, ребята, будьте моим спонсором. Такой правда уже пункт. Подожди, подожди. Мы уже вкладываемся, видишь? Нет, вам огромное спасибо, потому что я вам сказал, да? Это 65 рублей за сантиметры только газета Майя. А то, что стоит на СТВ и на Терри-студию. Слушай, а ты помнишь, давай так вот, по поводу продвижения, рекламы там, да? И вообще, в мае был это самое, День Бегущей Невесты. Ну, да, да, да. Ну, каждый год проводится. Да, да, да. Каждый год? Не, не каждый год. Каждый год. А, Сосновобору? А, Сосновобору первый раз проводится. Я про Питерину. Ну, ты в курсе, да? В курсе кто там, да? Ну, вообще, раскачивал всю эту тему. Нет. Блин, сидят люди там по краям у тебя, а ты не в курсе. Вот. Ребят, я вообще про вас узнал три дня назад. Да, да, да. Но мы всегда совместно, усилиями, да? То есть, 300 человек собрали. Никого от администрации, конечно, не было. Нет, там один был. А, кто-то был. Кто-то был, да? Ну, не суть важна. То есть, ни газета Моя, ни СТВ, они сильно не анонсировали. То есть, там были маленькие ролики по поводу этого. Ну, вот, снимай. Ребят. И, возможно, еще бесплату, мы же не знаем. Или они бесплатно делают, как ты считаешь? Ну, социальные проекты. Я вас умоляю, чтобы осветить проекты, вот, допустим, молодежная организация ОС, да? У станции заключен договор. О, паньки. О, паньки. Вот, вы знали. Подноготным. Так, естественно. Господи, ничего просто так не делается. Они же тоже люди, они же тоже хотят зарплату. Они же муниципальные... Я понимаю. Вопрос-то у меня был, знаешь, какой-то другой. Может быть, не хочет, например, кто-то, да, из администрации, чтобы кого-то из кандидатов видели? Может быть. Так вот я вам про что говорил. Смотрите, в последнем выпуске, да, ни от кого, ни одного нету. Даже от Единой России никого нету. Куда сидели? Дорого? А что вы меня спрашиваете? Нет. Вы там уже есть какие-нибудь по этому курору? Ну, моя тактика была сидеть до последнего и в последней неделе... А вы просто очень удачно подкладываете. Да, да. И просто смотри, по поводу рекламы, да, то есть вот в той же ВКонтакте. Ну, есть, как бы, группы там, да, большие, то есть, и люди думают, что сделаю я там репост, да, там, поддержи меня, поставь там лайк, ну, то есть репост, и этого достаточно для того, чтобы... Конечно, нет. Просто многие рекламодатели, да, то есть, они не знают, что ВКонтакт полностью запитал на себе всю рекламу. То есть, сейчас рекламироваться, как бы, у других групп, да, то есть, ну, как бы, есть воздействие, но это надо, знаете, ребят, чтобы рекламировать, вот у нас знакомая там, девчонка есть, то есть, они платами занимаются. Да, прирост был, заказов-то, как бы, нету, но рекламировались через миллионные группы, то есть, миллионные группы, то есть, и они за месяц прибавка только 300 человек. А, даже не 300, 200, я извиняюсь. 200 человек. Нет, мы сейчас вот, например, что мы можем предложить, да, если хочешь газануть реально, есть реклама ВКонтакте. Ты за меняемые деньги, не за 60 тысяч. Ребят, может, мы на что-нибудь существенно поговорим? А это важно. Подожди, важно. А зрителям это зачем? Подожди, я сейчас объясню, то есть, мы занимаемся подвижением, да. Ты видел рекламу таксимов? Нет. Ну, как ты вообще. А, уже старый телефон, да. Да, да, да. Ты читаешь газету, все равно может быть. Ладно, ты не видел. А, я что, газету, то есть, я пенсионер, да? Нет, не пенсионер, может быть, ты не видел. Я не позволю. Тебе даже приложение наше не может. Подожди, подожди, суть не в этом. Ладно, установится, у меня будет хороший телефон. Мы обещаем тебе выбить зарплату. Да, потому что действительно все убирается в зарплату. Можно я сам? Вот. Давай немножко, мы будем закругляться, и ты вот немножко своим людям, которые должны пожелать, да, избирать какую-нибудь напутственную речь пару слов скажи и будем. Напутственную речь? Да. Да, да, да. Просто, знаешь, непривычно. Да, да, да. Нас, скорее всего, смотрит по большей части более молодое поколение, поэтому я так смело могу сказать. Ребята, не бойтесь ходить на выборы. Просто ходите. Я не агитирую. Да, мне было бы приятно, если бы заметно проголосовало пару сотен человек. Да, я бы сделал какие-то выводы, анализы и тому подобное. Ну, просто ходите на выборы. Ну, как-то динамить выборы, при том случае, что сейчас нет графы против всех, вы отдаете свои голоса в процентном соотношении партии власти. Вот и все. А вот знаешь, что? Заключение. Вот по поводу молодых людей. А пенсионный возраст у нас какие вот мужчины? Мужчины с 60 лет, женщины с 55. Вот до 50 лет она считается молодой женщиной. Так что, ну, это вы молодые. Да я в курсе. Все, что до 18 это 18, а все остальное это опыт. Ну, знаете что, мы когда благодарим тебя за то, что ты нам пришел, рассказал. Спасибо вам. Спасибо большое за то, что ты выдержал. Да, выдержал, потому что мои плоские шутки там и такой зажигательный. Спасибо большое тем, кто смотрел нас вообще за комментарии, за лайки. А сейчас будут обижены, иначе вы просто не ответили. Скажи, что вы это... Ну, по поводу того, что... Я еще, как и в тот раз, скажу, что... Скажем так, ребят, по поводу плохого ремонта там где-то что-то, да? Банка. Краски и кисочка. 2000 рублей. Зарплата депутата. От нашего депутата. Да, то есть... Чтобы поддержать депутата, да, надо самостоятельно. Вот мы красим самыми днями. Все проблемы ваши только от того, что... Я поддерживаю, у них тут борта. Мы красим. Да, да, да. Все ваши проблемы не от того, что плохой кандидат, неплохой депутат. Проблемы только от самих вас. Да. Вы очень часто стараетесь на кого-то переложить ваши проблемы. Если вы, как бы, ну, в ваших неудачах виноваты только вы. Подожди, подожди. Если вы... Дайте это говорю. Ваши проблемы виноваты только вы сами. И если вы хотите что-то изменить, начинайте с малого. То есть у нас 10 сентября будут выборы. И 10 числа я лично прошу всех, у нас три округа, да, я так понимаю. Да, но у нас еще выборы в депутаты, где и голосует весь город. Хорошо. Голосует весь город. В этом смысле. Да. Приходите. Потому что от вашего голоса зависит многое. Потому что сегодня к нам пришел Артем, наш будущий депутат. Дадим. Дадим с вами. А приходил также позавчера Николай Банченко. И они все говорят о том, что, ребят, выиграют, знаете, что вот 3000 человек, например, проживает в округе. А приходит проголосовать всего 400-500 человек. И выигрывают там на плюс 4, плюс 8 голосов. И потом вы говорите, что что-то не делается. Это один момент. И второй момент. Я считаю, что нашим депутатам все-таки нужно платить достойную зарплату. Потому что всем недавно Артем сказал, когда касался вопрос его лично самого, то есть вот эта жилищная проблема, то есть у него не было возможности, потому что ему нужно было платить так, как и у вас всех. То есть платить кредит, плюс еще снимать квартиру. И он был занят чем? То есть тем, чтобы зарабатывал деньги. То есть так и депутат. То есть ему нужно все-таки платить достойную зарплату, чтобы он мог не до 4 часов зарабатываться, а, например, работать до часу дня, то есть до обеда. Пошел пообедал и начал заниматься вашими личными вопросами. Поэтому приходите на выборы, голосуйте и не ругайтесь. Всем мира позитива. Нам главное не забыть сфотографироваться с кандидатом. А мы, короче, сейчас закончим. И выложите это в инстаграм. Сосновый Бор. Сбор. Нижний пункт. Подписывайтесь на наш инстаграм. Оно что делать? А когда люди узнают, что у нас есть инстаграм в Сосновый Бор, люди могут подавать там рекламу, каких-то афишек своих расслабления. В нашем инстаграме. Как это нету, слава богу? Так вот плохо, что тебя там нету. Короче, плохо. Вот, смотри, я тебе, знаешь, что покажу сейчас? Вот смотри. Вот инстаграм, да? Сосновый Бор. Я покажу тебе. Вот смотри. Подожди, так, секундочку. Это мои. Это мои. Вот смотри. Инстаграм Сосновый Бор. У нас здесь подписано 2000 человек. И здесь есть военность, а мы у нас будем выступать. Выступать. Понимаете? Откуда люди узнают, что будет трансляция? Понимаешь? Мы сделали рекламу. Людей предупредили. Понимаете? Что мы сказали? Тоже трансляция была? Трансляция? Ну, здесь вот есть Карпун. Так что люди... И смотри, сколько лайков набрала вот эта штука. Ну, все. Пока Дмитрий рассказывает, как набирать лайки и их монетизировать. На самом деле монетизировать можно много чего. А мы приглашаем Егора к Карпуна. Правильно? Или Карпун? Не суть важна. Главное, что ты приходи к нам. Мы с тобой пообщаемся. Потому что... На самом деле, я знаю, что кого бы хотел пригласить. Я бы хотел главу администрации пригласить нам на эфир, чтобы он с высоты прожитых лет немножко осветил вообще выборы. Вот это было бы круто, на самом деле. Ну, мощный эффект. А вот это был бы мощный эффект, да. А знаешь, знаешь, что? Ну, нас бы узнали все. Да? Рядом сидели. Да. Он сидел справа, а этот слева. Мне кажется, он бы дал нам вот эту шороху сам. Ну, мог или... Напишите ему ВКонтакте. Пригласи Шишки. Ну, он, кстати, нормально общается. Да, да. А еще... А еще... Алексей? А, кстати, ты... Шишкин Алексей, приглашай Шишкин. Самый активный. Самый активный. Кстати, он предупреждал его, чтобы он написал вопросы. Где он вообще? Где его вопросы? Я вообще не понимаю. А может, мы проморгали? Нет. В эфире не писали. А то он только одну фотографию классную выложил. Там, кстати, про Шляпникова вопросы были. Так и не рассказал. Ну ладно. В следующий раз приходите к нам еще. Все. Всем пока. Спасибо большое. Будем уже с нашим депутатом общаться. В следующий раз, да? Ну, ты что-нибудь Михаил, заполняй рекламную паузу. Пауза рекламная. Спасибо большое. Продолжение следует...